Тут предоставится возможность в первых рядах занять умыслов. В название нашей мартовской встречи остановки вынесена строка из стихотворения Юрия Левитанского, которое, наверное, многим здесь хорошо знакомо. Рассветный воздух взябок был им глист, Еще горел фонарь, Через дорогу сведились близлежащие дома, И я вздохнул. Но вот, слава Богу, еще одна закончилась зима, Перевернув февральский лес по снам. Как всегда, мы поговорим о новинках на нашей книжной полке, Относительно печатной продукции книг, вот, например, я уже думала, что и не случится, Но буквально перед самым выходом я получила книгу от замечательного московского поэта Эллы Крыловой. Вот, сон фиолента, кто захочет, может познакомиться с творчеством Эллы на сайте нашей гостиной Дилижанс, А также на сайте стихи.ру. И еще мне хочется сказать об одном электронном издании, Это книга Татьяны Василиани «Поиск себя». Точно так же на сайте Дилижанс есть книжная полка, Где можно по ссылке пройти и прочесть онлайн, Либо скачать эту книгу. Ну, кроме этого, и, наверное, не кроме этого, а самое главное, Это очередной номер журнала «Южная Синьяна». О нем расскажет выпускающий редактор журнала Сергей Главацкий. Здравствуйте. Я хочу сказать, что то, что анонсировалось в прошлый раз на творческой гостиной Дилижанс, Презентация двух новых номеров «Южного сияния» Произойдет на следующей неделе, 24 марта, в 14.00. Она начнется в Золотом зале Литературного музея. Многие уже, наверное, об этом знают. Тем не менее, повторю. Номера абсолютно свежие. Этот номер я забрал сегодня из типографии. И, естественно, как и сегодняшний наш вечер, Так и вечер 24-го числа Посвящены Всемирному дню поэзии. У нас на мероприятии 24-го числа будет, естественно, выступление членов редакции журнала, выступления авторов журнала, Причем ожидаются и гости из других городов. Будут оглашены имена, фамилии авторов, которые приняты в Южно-Русский Союз писателей в течение этого года. Я должен сказать, что позавчера в литературной газете вышло интервью со мной, где рассказывается о будущей политике Южно-Русского Союза писателей, о направлении деятельности. Его вкратце я рассказывал раньше, что, в принципе, мы будем принимать авторов не только одесситов, но и авторов всего русскоязычного мира. Об этом тоже в интервью рассказывается. И вот на данный момент мы будем принимать 12 авторов и только трое из них одесситы. Обо всем этом более подробно, естественно, 24-го. Журналы, как мне кажется, эти номера, получились не хуже, чем предыдущие. Скажем так, очень хорошо представлена рубрика «Акаем», которая посвящена Волошинскому фестивалю, крупнейшему фестивалю, одному из крупнейших фестивалей литературных, который проходит в Крыму, который проходил в сентябре прошлого года. И здесь представлены сильные авторы, которые присутствовали на фестивале, которые постоянно с ним сотрудничают, бывают на нем. И эта рубрика вызвала серьезный интерес в России. Скажу я о том, что за это время в Москве была проведена презентация, крупная презентация пяти номеров журнала, где выступали авторы «Москвичи», журнал, у которых за пять номеров у нас 25 человек. Это все известные имена. И проводил ее главный редактор журнала Станислав Фрайдинян. Это было на очень высоком уровне, как мне кажется. И я скажу так, в Москве не очень часто собираются большие аудитории на литературные вечера. Здесь же было очевидно, что интерес к журналу достаточно высок. Ну вот, собственно, я хочу пригласить всех 24 марта в 14.00 в литературную музейную презентацию. Спасибо. Друзья, я хочу вам сейчас представить нашего коллегу Алексея Зименичева. В итоге, чтобы я потом в силу своего небольшого остеероза не забыл, я хочу вам сразу сказать, что у нас с Алексеем, это уже будет не дебют, да? Ну вот, 30-го числа этого месяца здесь, в этом помещении, в 17 часов будет программа, посвященная Булату Ак-Куджае. А сейчас отдыхаем в гостиной. Весна все-таки, много шума. Я спою две песенки, переложений. Одно переложение со стихов «Либаай» Среди цветов Среди цветов Поставил я Кувшин В тишину чину И одиноко пью вино И друга нет со мной Но в собеседнике луну Позвал я В добрый час И день свою Я пригласил И стала троплю Нас Но разве спрашиваю я Умей шпить Луна И день Хотя за мной она Последует Всегда И день Сонной Не разлучись И я в тиши ночной Согласен с ними Пировать Хоть до весны Самой Я начинаю петь И в такт Качается Луна Пляшу и пляшет тень Моя И шум И длинна Нам было весело Пока Пьянили мы втроем А объем А объем А объем Разошлись Кто как Своим путем И снова в мире Одному Мне предстоит Прести До встречи До встречи Того Что среди звезд Умлеченного Пути Еще один Китайский Повец Суши Ветер Что-то Шепчет В тростнике Этот шепот Даже тишина Суши Дверь открыл И вижу Под дождем В озере Купается Луна Спит Рыба И чай Тоже Спит Видимо У них Похоже Сны Выпрыгнула Рыба Из воды Словно Демон В отблесках Луны Ночь Всего Луж У людей Сейчас Не Пересекается В тень Только тень Когда Иду Один Может Веселять Со мной Итим То Нахлынет На песок Волна То В следы Остан Отойдет И В некий Луна Собрав Лучи Молчину Как Паук Плетел Наша жизнь Измельничая Быстра Полная Печали И Забот Отдохновение Краткий Отдохновение Миг Промеркнет Внезапно И Выйдет Вот Запелки Духи Вслед Цена Колокольный Гром И Птичий Кам Барабан Барабан Вещает Что пора Баруса Расправить Рыбакам Ветер Что-то Шепчет В тростнике Этот шепот Даже Тишина Дверь Открыл И вижу Под дождем к Возере купите луна Аплодисменты Я хочу вам сказать, напомнить вернее, о том, что сегодня с нами, как всегда, наш информационный партнер. Первый одесский портал у1.ua и сейчас идет прямая трансляция в интернете по нашему мероприятию. А в записи потом можно? Конечно. Да, ну, дорогие друзья, а теперь, ну, наверное, по традициям. Надеюсь, это станет нашей доброй традицией. Гость нашей гостиной, поэт Евгения Вильченко. Я очень редко комментирую тексты, только если какое-то слово будет личное, это мало понятно. Я поэт, но мечтаю, чтобы язык исчез, потому что на самом деле слова заслон. Пусть тебе на заре приснится гринландский лес, где у самки оленя вырос индийский слон. Потому что на самом деле не надо стерн, чтобы сердце в конце пути обрело приют. Видишь, как розовеет сакура в стиле дзен, а над ней по-славянски колокола поют. Мне широты меридиана меня несет по какой-то другой системе кардина. С языком я умею делать, конечно, все, только истина. Все равно остается надо. И поэтому надо сбросить горбатый брус, чтобы шли перегримы с воздухом в рюкзаке, а прохожие кошки пели с собачьей блюзой на старинном зверином ангельском языке. Ну, сегодня я была в море, даже там пыталась побродить. Это было весьма болезненно, но интересно. Один из последних текстов. Покажите мне море. Я хотел бы идти вдоль сильной большой реки, Обжигать себе пальцы, ветром тушить бычки, Слушать старцев, следить, как в небе восходят луны, Сколько помню себя, всегда не любил коммуны. Мне казалось, что кланы собственный род пиарят. Я мечтал быть один, но максимум с кем-то в паре. Столько дней утекло, за альфой пришла омега. Я остался неузнан в обществе альтер-эго. А теперь я хочу смотреть, как бежит вода, Направляясь туда, а может и не туда, Где лежат города из дерева и металла, Где живет без отца красавица Шикунтава, Где любой профессуры слаще кабацкий и люмпен, Где в случайных глазах все звезды видны без лупы, Где, по мнению мудрых предков, живут даосы, Охраняя от весен желтую свою осень, Как пластинку с хитами раннего шутчука. Покажите мне море, там, где умеет река. Это такой звонок, текст, который звучал В моем спектакле «Палата без номера» в прошлом году, когда был жил киевский поэт Юрий Кожемутский, позапрошлым, вернее, мы давали под спектакль «Палата без номера». Кому-то планета, кому-то палата. Палатная койка, конечно, не плата. Пере жестких полетов она узковата, Но лучше палата, чем ложа пилата. Кто помер, тот ожил, кто жив, тот не помер. Палата без номера, к черту нам номер, Пусть псы в лагерях нумеруют в палате. Но смерть не считается в нашей палате. Здесь ценится только мечта и отвага. Здесь ночью от крови белеет бумага. Мы дети индига, мы внуки живаго палата. Веселая наша общага. Вон там лежит гуру, а здесь лежит док. А сизрел Авраама, тот внял Иисусу. За дверью ютится наш цыпочком доктор. Цивильный бедняга, он так комплексует. Не бойся, малыш, мы не сделаем больно, Как скальпель на скальпе, Как выстрел контрольный, Как звезды штуканту. И явились и в тернии палата. Жестоко в своем милосердии в палату Стекаются вечные реки. В палате скрипят корабельные доки. Мы древние инки, мы юные греки. Мы будем любить тебя, маленький доктор. А после, когда к полоумным зорницам Палата взыкнется с зеленой синицей, Нам будут медсестры волшебные сниться. В могилах без номера возле больницы. Такой текст, я написала его, действительно, Я сидела со своим другом, И мы размышляли о христианстве, И он родился как бы сам собой, Этот текст, нашу подвалу, Он мне назывался. Осень славянства С Русым Бориса Глебом Мы говорим про Гегеля и Христа. В наших подвалах пахнет подпольным небом, Рядом друзья и совесть у них чиста. А вот они все, Есенин, Бадлер, Высоцкий, Вышли из рая водку в мешке толочь. В наших подвалах пахнет подпольным солнцем, А наверху царит мировая ночь. Право остаться левым, вылазит боком, Вечность горчит вином под голландский сыр. В наших подвалах пахнет подпольным богом, А наверху дуреет безбожный мир. Где ты, цветочек аренький, синий цветик? Где вы, крутые красные фонари? В наших подвалах нам ничего не светит. Вот почему мы светимся изнутри. Вот текст называется «Волынь». Посвящается моему другу, брату, поэту, Львовскому Игорю Павлюку. Он действительно написан, когда я проезжала Мимо странного города, Очень занятного города, Новограда-Волынского. И он написан на маршрутке как раз. Текст получился такой. Украина. Моя. Голубеет пластмассовый крест Под каким-то ларечно-речным Новоградом-Волынским. И все дальше уходят маршрутки от Луцка на Вест. Сериалы по телекам крутят всю ту же волынку. На заборе Наха расписался свободный халур, Обозначив тем самым конечную точку маршрута. Украина моя, сникерсуй, сникерсуй, сникерсуй! Потому что Наха называться по-своему круто. Никогда не случатся пожаром на этой земле. Здесь любой из пожаров притушат душевным потопом. Новоградская нелька от рюльки сидит на игре И молочную грудь прикрывает китайским лэк-топом. Боль ложится на душу, как крепость на кончик меча. Маргинальный поэт имитирует тень хулигана, А в дешевой переменной, в захлёб, игнорируя чай, Бывший Каган сосет самогонку на корник колгана. Украина моя, мы с тобой понемногу растем! Полюбуйся собой, сплоть витрины достала другая. Пусть они говорят, что не тем мы шагаем путем, Может быть, и не тем, но своим мы хотя бы своим шагаем. Пусть квартира у Хрущёнкова ещё не готова к зиме, Пусть темнеют от времени чия, а дряхлевшие нефы. Но районная церковь всё так же стоит на холме И поштучно сограждан твоих отправляет на небо. Это тоже последний текст, даже у него совсем мало дней. Я писала его в Киеве, но писала в Одессе, Потому что это мой второй духовный город. Я здесь отдыхаю душой, это такая своеобразная мокша, По-славянски, по-еврейски или по-русски. Не важно, она не имеет национальности. Но это своеобразное духовное вдохновение моему городу. С эпиграфом он важен, потому что здесь где-то упоминается, видимо, аллюзия. Шоколадом лечит печаль и смеяться в лице прохожим. Это Марина Цветаева. Я преследовал жизнь, обожая её и пленя. Но на ваших весах я, как воздух, ни грамма не весил. А когда я умру, я всего лишь хочу, Чтоб меня закопали на кладбище в старой еврейской Одессе. Здесь с имперских высот голубеет Хлебейская даль, Закипает причал в карнавале бортовых эмоций. И пускай на Сальеи изысканный Палерая заменили, Но городу всё-таки грезится Моцарь. Это было похоже. Эти дворики, это бельё от окна до окна, Эти бабушки духов, нетленных в своих коммуналках, Я влюблялся во многих, кто был лишь подобием сна. Я умею теперь просыпаться, чтоб было не жалко. Здесь не надо умнеть, медитировать, мерить, рубить. Здесь не надо автобусов ждать на ветру и морозе. Здесь запрос на такси, где на заднем сиденье любить. Почитается нормой, как нормой считается торт на привозе. Пусть летят мои годы, уроды, в загрудную глушь. Пусть в финале пути не меня ожидает барака. Если правы вы йоги, что есть воплощение душ, Я хотел бы очнуться бездомной приморской собакой, Чтобы с мёртвым поэтом с вокзала встречать поезда И сидеть в погребках, дегустируя винные язвы. И пока лонжерон, последняя светит звезда, Спи спокойно. Одесса не верит, я буду смеяться. Текст освещается в памяти моего врача О погибшего в автокатастрофе. Называется он «Сказка о больнице». Мы думали, не читаем, но я его люблю. Санитарка, лицо из воска, Медсестрички с глазами кукол, Из палаты мне виден воздух И церковушки в больничной купол. Здесь слова тяжелее и ёмче, Выговаривать их искусство. Ходит мама, суёт бульончик, Я глотаю, и мне невкусно. Что мне в ваши меридианы От Полтавы до Каролины? Льётся капельница лианой По артерии длинной, длинной, Недвижим, как сапёр на мине Пульс лежачего рок-нурла, Заколдованный алюминий Королевского димедрола. А за окнами Жрут печенье. Все здоровые, мать их черти. Полночь, приступ, Кровотечение, Холодок плоскогрудой смерти, В коридоре обнять хирурга И слезами его обхаркать. Он прекраснее микирурга И могущественней ситхархи. Он напрягся и ждёт момента, Наготове держа и лекарства Безнадёжного хэппи-энда Этой старой звериной сказки. Что предписано, то случится. Он провидится и знает чётко, Я живучая, как волчица И воскресну ради ночи. Так, наверное, я прочту ещё одну Такую больничную тему. Я так получила, что в этом году Я потеряла ещё от онкологии Без кого-то не человека, Моя бабушка, которая меня воспитала. И это было написано, Когда вроде ещё всё было неплохо, И я входила в онкологию с надеждой. И заметила там девушек, Это было зрелище девушки, Девушки без волос, незнакомых. Называется «Зелёная воля». На родине Григо, точнее Грино, Где иволги, ива, кудряшки чешут, Танцует зелёная балерина, Порхая на кончиках хрупких чешек, А здесь в полный обморок жрут лекарства, Спастись, по которым мечтали все бы, Вороны за окнами глухо каркнули, Гуносят к пророкам седое небо. Пусть день это дня тяжелее береги, Но каждую лень вдали, незримо, А на родине Григо, точнее Грино, Танцует зелёная балерина. Она прилетит не сейчас, А через десятки столетий на крыльях лета, И прячет девчонка под лысый череп Смертельный билет своего балета. Мы с ней очутились в звериной яме, Где хуже насилия только жалость, А те, что когда-то звались друзьями, Сегодня предательски разбежались Участвовать в жизненных хит-парадах, Жевать из бездомных собачьих булки. Танцуй, дорогая, пока я рядом, Стою, опираясь лицом о бункер, Мы вместе прорвёмся из тряской тины На красном коне колокольной конки. На родине Григо, точнее Грино, Нас ждут одногруды и амазонки. Я стану Морелем, ты помел, С нас варвары будут писать эстампы, Мы гулко натянем тугие стрелы И пустим по миру Амура в ампул. Поэт я, и жизнь у меня разбита, Кому, как не мне, погибать на минах, Взрывая планеты. Но ты-то, ты-то, прости нас, Зелёная Балерьяна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Научите меня с деревьев кусать плоды И на вкус понимать, и на слух понимать Язык голубой воды, Чтобы доля была весёлая, как у всех. Научите меня китайскому слову смело. Обучите меня касаться всего слегка, Не рыдать на перроне, не теребить руках, Не вынюхивать лёд в горячих слезах травы. Обучите меня, я тоже хочу, как вы. Может, прав был старик Кундера, Что лёгкость храм. Сколько школ мне пройти, Гимнасии, осана, шрам, Чтобы в землю потом лечь лёгонько, Как в кровать, Чтобы, выткав рубаху, Тут же её порвать. Обучите любить, Как будто и не любя. Обучите меня искусству терять себя. Я блуждаю в любовных чащах, Встречаю гроб. Обучите меня системе широких троп. Ну и что? Что к воротам рая она узка, Не тропа, говорят, не лестница, а река. Что с Голгофой она до понта ручьём течёт. Я давно потерял истоком, и устьем счёт. Я в любом из подъёмов, И явственно вижу спад. Я негоден садиться в лотос, Но я распян. Я ни геймер, ни йог, Ни каменщик, ни даос. Обучите меня облетенью девичьих коз. А когда, наконец, устанут учителя, Из тупого шута выращиваю короля И прибьют себя к полгу Тем же хлопком, что мой, Я тогда обучу вас русскому слову «боль». Объявление такое маленькое, совсем завтра. В таком арт-клубе, Называется он «Город Энд». Он расположен на Люздорской дороге, 88, это третья станция. Состоится мой сольный концерт В сочетании с пением очень талантливых, Очень хороших бардов, музыкантов. Это начало всего этого происходить будет 18 на 0. Вход бесплатный. Это концерт благотворительный. Помощь детям одного из одесских приютов. Да, вот организатор концерта, Она может правильно назвать название. Скажите, пожалуйста, Не корректо. В принципе, в нашем мероприятии, акции. Евгения любезно согласилась быть с нашей гостью, И как бы гостем нашей программы. Одесские параметры, молодые поэты, композиторы. Вот одна из которых тоже представлена На нашем мечве Наташи Савинова. Мы ждем вас с удовольствием на нашем мероприятии. 18.00, арт-кафе «Город Энд». Лездорская дорога, 88, Баль. Ну и Наталья, я не знаю, я добавлю. И если мне удастся продать Какое-то количество книг, Это будет тоже орган на студентаршку. Благодарим вам. Спасибо, Женечка. Женечка, спасибо. Скажи, пожалуйста. А, я бы я знаю. Пока Женя здесь еще. Я хочу сказать вам, Что есть возможность приобрести сегодня Книгу Евгения. Пожалуйста, если кто пожелает, В конце нашего мероприятия Можно будет эту проблему решать. Да. Ну что ж, дорогие друзья, Теперь мы начинаем наше чтение. Конечно же, месяц март знаменателен, Наверное, для нас прежде всего тем, Что это Всемирный день поэзии в марте. Мы немножко решили забежать вперед. И чтение наше, конечно, посвященное Всемирной поэзии, Просто проводим мы их Немножко раньше. Семен Абрамович. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну так, договаривались Все, кто сегодня читают, Читают пару своих стихотворений. Одно стихотворение. Три. Я немножко не так понял. О, не важно. У меня сегодня для вас два моих, И одно не мое. Тридцать первое декабря. Солнце в стеклах. Что случилось зима? Настеж окна. Выживал снегопад. Теперь в прошлом. И стучит каплепад. Марта ложна. Ветер спит в берег туч. Луч по полке. Острел снежных кручей. Зелень и ёлки. В бой идут воробьи. Под над собачьей рыской. Вторят им снегири. Птичьим брезгом. Виноват календарь. Или наявку ошибся. Заблудился декабрь. Бедолага ошибся. АПЛОДИСМЕНТЫ В сетях зимы запутался февраль. Пролится ли дождем и снегом выпасть. Крутить метель. Или к рукой усыпать. И нагонять туманную влагу. Ощупывать набухшую шагрень. В надежде на спасительные стены. И уступить капельной канцелень. Предали в весеннюю мигри. Положна смеящаяся автомагистраль. И серых дней холодная страница. Грозит слезами бешенными пролиться. Сменит на сень. Довлеющую сталь. Жаль только ночь. Дневную синь черни. А в оправдании ее мерцают звезды. Бьют в гонг часы. А полуночи поздним. И этот бой волнует и трезвит. Какой тут сон. Чернила и тетрадь. Слова, слова, рифмованные мысли. Проваливаюсь в непроглядность выси. Где серд блестит и бесконечный гладь. Межзвездная и черная эмаль. Над утренней и голубой землей. Я каждую написанной строкой. С тобой страдаю. Грустный мой февраль. Любимый поэт. Ну, один из любимых. Конечно. Арсений Тарковский. К стихам. Стихи мои. Птенцы, наследники. Душеприказчики истцы. Молчатники и собеседники. Смиренники и гордецы. Я сам без роду и без племени и чудом вырос из подруг. Едва меня лопата времени швырнула на кончарный круг. Мне вытянули горло. Мне вытянули горло длинное и выкруглили душу мне. И обозначили бы линные цветы и листья на спине. И я раздвинулся. И я раздвинул лужа березовый, как заповедал Даниил. Благословил закат свой розовый, как пророк заговорил. Скупой, охрянной, непрекаянной. Я долго был землей, а вы упали мне на грудь нечаянно. Из клювов сиц, из глаз травы. Сергей Александрович, пожалуйста. Аспекты стикса. По мотивам стегов Сергея Головацкого, рыбу стикса. О, как! Меня бурно тискали Жирные рыбы стикса. С каждой минутой яростней Все становясь и злей. А звезды смотрели пристально Из-за последней пристани Там, где стояла женщина Первая на земле. Протяжными обертонами Вздыхали мосты понтонные Под шагом любимцев музы Вошедших построчно в план А тот, кто прошли историю Дорогами непроторенными Голодая Дымные волны Стремились Примились К берегу К лапе Я утром выхожу Солнцем на плече Освежая себя морозом Как спиртом Несмотря на рекомендации врачей Вести себя по возможности Смирно Не пить Не курить Громко не чихать Все это может вызвать осложнение Но так хочется правила нарушать Кроме правил уличного движения Я одинок Как указующий перст Как маяк На холодном ветру осипший У ног моих Море шумно качает пресс Согревая свои Озявшие мышцы И в аптечном киоске За углом Тишины Попрошу Отпустить без рецепта Сверхплана Простиранный бинт Дрожки Луны И Накапать Стиху Как Бальзам Наран И Каждый день Другая Песня Другое Солнце И Вода Я не Транвай Ходить По рельсам И ждать У каждого Столба Не в такт шага Не в такт шага С опережением Звучит Души моей мотив Я сам С позорным Увлечением Сбиваюсь С верного Пути И Снова Падает Дорога То Под Откос То В буераке Все Не Так Не Слава Богу И Слава Богу Все Не Так Не Знаю Где Змея Ужали А где Прибавить Жизнь Родник Запутан Лабиринт Скрижали Где Переход И Где Тупик Я В жизни Не Достиг Вершины Я Где-то Упустил Момент Но Нет Страховки На Ошибки Предвидеть Можно Только Смерть По Любимым Поэта Все Его Узнать Судьба Как Ракета Летит По Параборе Все Больше В Англии И Все Меньше По Радуги Жил Огненно Рыжий Художник Боген Боген А В прошлом Торговый Агент Чтоб В Ловар Королевский Попасть На Монмарта Он Дал Круголя Через Явы Суматрой Унесся Призрев Сумасшествие Денег Куда Хтанья Жон Духоту Академик Он Преодолел Тяготение Земное Жрецы Гогатали Над Кружкой Пивной Прямой Короче Параболы Круче Не Лучше Скопировать Райские Кущи А он Уносился Ракетой Ревущей Сквозь Ветер Срывающий Фауды И Уши И Влубь Он Попал Несквозь Главный Параболой Гневно Пробив Потолок Идут Своим Правдам По-разному Храбро Червяк Червяк Через щель Человек По-параболе Жила была девочка Рядом в квартале Мы с ней учились Зачеты сдавали Куда ж я уехал И черт Зачем 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 Приземляясь по ним, земным и озявшим твоим позыгным, Как трудно дается нам эта парабола, Сметая каноны, прогнозы, параграфы, Несутся искусство, любовь и история по параболической траектории. Сибирской весне утопают калоши, А может быть, все же прямая, короче. На дно соленого залива, похоже степ весной, Плыви, обласканная ветром ива, в зеленой патине любви. В метафорической триреме плывут миры, весь мир плывет. На дольве не властно время, скорее всего, наоборот. У нас стоит напротив солнца, кончается вечерний суд. Колодец жертвенный проснется, и солнце в жертву принесут. Он оплакивает брата, отворотившись от земли. Мы тоже родились когда-то. Мы тоже снова родились неиссякаемые, несметные просторы истинной любви. Как хорошо, что люди смертные. Не уплывай, плыви, плыви. Можно руки согреть о собак, о стволы деревьев, Не бежать по снегу за скользким людским теплом. Мне не нужно людей, потому что я слепо верю В одного лишь тебя, мне светом твоим светло. Тишинеет зима, обросли фонари усами, и трамваи стоят. Мы идем по путям, идем, ничего плохого уже не случится с нами. Ничего плохого, если идти вдвоем. За мостом, по которому поезд спешит на север, А другой такой же навстречу ему бежит, Наши руки соединяются. Веришь? Верю. И собаки идут за нами, и снег с деревьев. Посыпается счастьем, и долго еще лежит. И мантузей донесу. И мантузей донесу. Это посвящение. Это будет купаться. На поле смерти выигравших нет. И лоб ее к утру горяч и росен. Четыре дня назад ушел поэт. По лесенке из корабельных сосен Над шепотом янтарного песка За облаком, похожим на собаку. Овец Радуванчиков ласкал Его большую голову и плакал. Хватался за пустые рукава. Как страшно могут обрываться зима. На поле смерти синяя трава. И кони синие. И радугу над ним. Из стихотворения имантези донеса Из цикла «Три зубца». Песня подсвечника. Не обмани. Меня сквозь ночи просят свечи. И слезы жгучие при встрече Льют на плечи. И в каждой белый маленький костер. Я не могу во мрак обратный Гнать сестер. Как только ветер слазь насытится свечами, Они спешат ко мне не исполить ночами. Но почему же на моем плече Утешную боль выплакивает свече? Не мне судить свечу. И я всегда молчу. И белый плач течет по моему плечу. Татьяна Васильевна. В поисках себя. Ты можешь кричать, но никто не заметит. Ты можешь шептать, но никто не обнимет. Так хочется крикнуть. Отстаньте. Мне больно. Я с жизнью знакомилась не понаслышке. Когда-то, Почти не смышленой малышкой, Успела прочувствовать, Как в ней нестройно сплетаются линии Сложных узоров. Я видела кровь настоящего цвета, Без примесей, Зонных тонов фиолета. Настроена ладость печальных узоров, Старалась не слыша, Сквозь боль улыбалась. Умчаться в туман бесконечных иллюзий, Не биться в клонических спазмах конвюльсий, Не думать, Сцелить. Вот счастливый оказался. Закрыла на ключ все печальные горы, Но щели пролезли, Забыла заклеить. И как ни пыталась с судьбой лицемерить, Она ведь моя, Не оставить в покое. Кричать? Для чего? Разве кто-то услышит Шептать о любви тем, Кто не различает оттенки Своих же пустых обещаний, С надеждой, Что помощь окажет Всевышний, Так просто запутаться В сложном ажуре, Кабалде, В псевдокатическом стиле. Иран заштопов, От боли на войне, Спокойность до сотворения. Плодзори. Ну это очень старый пустик отверения, Я не знаю, Но просто, Не знаю, Как он у нас сегодня, Потому что он очень популярный. Как же сильная цель его, Простенькая. Хочешь подавить себе у него? Что мы будем делать с ней, малыш? Ты же ночью, мама, Плохо спишь, Слышу, Даже плачешь, Тихо. А вон она болтается в окне, Светит, Замешает только сну. Мил, Виновата не луна, Просто устаю, Сяжелый день. Мучает проклятая мигрия, Ты во сне проскуженно супишь. Хочется следать с тобой в Париж. Где мне хватает? Я одна. Как же ты одна? Ведь рядом я. Видишь, Вон какой уже большой. Разве нам с тобой нехорошо. Делать с удовольствием, Не умеешь сам? Мама, На двери чудеса. Вырасту И все тебе куплю. А луну запрячем до утра. Будет наша новая игра. Завтра Можно выпустить опять же. Мама, Дай тебе еще огняться. Как же сильно я тебя люблю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Выцелить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ С ТОПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С ТОПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Лучше поклоняться данности, субботу моего древа, Который потом, до крайности, послужит для тебя перелами, Хотя не особо чистыми, удерживающими верной мести, Твоей громающей мести, над выщербленной лестницей. Спасибо. Александр Хинт. Тише, пожалуйста, тише. Каждый день расставляешь точки над ЙО, над И, Ночью они скатываются, отползают в конце строки, группируясь подлим, В мертвую воду, концы многоточек, живую, огонь, Ознок инверсии снов, вечная память, изнанки второго голоса, Все, что еще могло оставаться в кронах, ниже дыхания птицы, Молчаний, черча, земля, остывает полночи, Цедит по ноте, кромешный космический шорох, Углями моряков, разгубляя, начало полка. Зимний театр, 29 февраля. За ограду без времени, Дикая ткань пропускает шагиния фиток пещер, Замороженный кем-то концерт на алтарь у оркестра, Намоленных мест и вещей, пропускает остатки тепла, В немоту сновидений, и это бесплатный билет в билетаж расстояния, Занавес тут, раскаленный до зрения, Софита, билей, стериновый пепел суфлера, Шептал размораживать вдох, ошибаясь в числе, А за каждым два сердца, и выход в портал, и последнюю ночь, Обрывающих след, инсценируя, что опоздала на круг, Нафталиновым светом развалено темно, Расставляла звериную впалую грусть на арене слепца, Но без четверти ноль, без названия март, Беломорта кулис за секунду до снега, До снега вообще одинокая правда, Рождается вниз и не верит в намоленность мест и вещей. В отражение неба легко проникает отсутствие птиц, И вода рассыхается медленным хлебом кают, Там сирены ведут на заклание пинг-флойдовую песню, Улисс, там сирены поют, Если мера забвения в море, вода не бывает другой, Помнишь имя дороги? Нигде. Отложение мелодии в позвоночнике мачты крепят сочленения, Время, чтоб кровь, уходя, не уходит. А волна резонирует плавясь по самое дно, До горящего воска. Истерики нотного стана до чешуйки бельканта скользит, Нисходящую до полустон, полутант, И сирены свивают влечение, кажется сон, Не придется прожить до утра, Из последнего зрения собран горизонт, Расплетает ковер или небо, Стирает узор до границ горизонта, В тонкий план узнавания, Теплопроводная нить между слепком весла И сиреневой темой потери Растворить расстояние соль, Расстояние облака лить, Разжимая артерии, Чтобы просто услышать спиной, Та вода умерла. Только черная пена Отсядет в кельваторе солнца, И бездомное новое время Молчит, как стрела О двенадцати полюсах. Я прочту стихотворение, Постараюсь его почесть наизусть, Не факт, что это мне указ. Это нелюбимое стихотворение, Даже нелюбимый поэт, Но вот сегодня мне его хочется прочесть. Сойлу, целостность, руна солнца. Дмитрий Воденников. Дмитрий Воденников. Дмитрий Воденников. Дмитрий Воденников. И что он заделал до нашей счастливой любви? И тут догадаешься, Жизнь вообще не про это, Не про то, что кто-то умер, А кто-то нет. Не про то, что кто-то жив, А кто-то скудеет, А про то, что всех, Всех заливает небесный свет, Никого особенно не жалеет. Ибо жизнь — это просто. Сплошная погоня за счастьем, И счастья так много, Что нам его не унести. И выйдешь за хлебом, А жизнь пронеслась. Это лето, Настя, сердце, Развивается на куски. Мужчины уходят, И женщины почему-то. А ты стоишь в коридоре, И повторяешь, Опять в нежную зелень, Тепло, летнего утра, Хорошо начинать жить, Хорошо начинать умирать, Мать уходит, Отец стареет, Хули свою сигарету, Дети уходят, Уходят на цитках стихи, А ты стоя в дверях, Говоришь, это лето, Лето, сердце у меня Разрывается на куски. Спасибо. Сергей Кловацкий. После такой шести Я могу сказать только, Что сегодня будет не так, Как в прошлом месяце, Гловацкий лайт. Немного лирики, Причем древней, Как та пирамида, В которой мы находимся. На магничном свете весны Разбегаются тени, Воздух густ из-под воли, Мы горим? Ну, конечно, горим, Задыхается табором писем, Сожженных, как феникс, Близорукая почта, Не вовремя смытой зари, А трамваи на запах Товерчивых зерен проталин, Муравьями бегут Сквозь чуму позолоты дневной, На жестоком термометре, А по графической дали Невозможно. Плюс сорок по Цельсию. Тропики. Зной. И курортные бабочки Греются до иступления, Перекопан весь воздух Их крыльями, Как огород, Невесомостью времени В море порхает затменье, Как медуза В сухих лабиринтах дождя, Как тавро, Где когда-то жарой, Словно персики звезд, Налились мы, Там экватор сейчас, Там пьют чай Водолазы глуши. И когда-нибудь, Знаешь ли ты, Припаркуются письма На обочине Самой манящей души. Перекати поле. Пусть вначале был жест, Но потом уже слово На твоем этаже Ни того, ни другого. Мир деяний, Ни слов, Мир пространства, Ни звука, Словно шар змеелов, Словно жестов порука Нам с тобой не знаком. Мы идем, как бродяги, От всего, что потом разбегаемся В страхе. Сколько лет босиком Мы обследуем темень, Не умея в наш дом Превратить это время. Сколько жизней подряд Мы бретем, будто дремлем. Не умея в наш сад Превратить эту землю Нас сорвала луна, Как траву буреломы. Эта вдовья страна Вся исходит из томы, Слишком ветряно мгла, Пахнет эликомтропией. Моя дрожь приплыла За тобою, мессией. Моя смерть принеслась За тобою стоп-кадром, Как непрошенный князь За своим императором. И теперь я могу Целовать твои губы, Сам себя, душегуб, Храмом звать Звездный купол, И мы снова идем, Окаянные двое, Под жемчужным дождем, Вдаль, в свое, В неживое. АПЛОДИСМЕНТЫ Стихотворение, которое Вот, мне захотелось Сегодня прочесть, Опять-таки, Я не могу говорить, Что значит Любимое стихотворение, Что значит Любимый автор. Прочту стихотворение Нашего автора, Автора Южно-Русского Союза писателей Из города Кёльна, Ольга Олгерд. Ты веришь? Я, правда, не знаю, Какие во мне перемешаны Звездные гены. Я смехом целую Пространства морские, Наверное, я пена. Но, думаю, счастье Во тьме приближая, Мне б только на шабаш Вселенский успеть бы. Я ночью в зрачке у луны Отражаюсь, Наверное, я ведьма. Неважно, что в будущей жизни Случится, Я осень в саду Поливаю из шланга И глажу рубашки Деревьям и птицам. Наверное, я ангел. Жанна Жаровна В соответствии с темой Вспомним сначала Ушедшую зиму. Не поминайте зиму в суе, Она по графику придет. Двуцветный камень Рисует и гололед, И Новый год. Потретуширует умело, Не выставляя на показ, Укрыв, что за горд навалело Подальше от нескромных глаз. Исчислит квадратуру круга, Затупит острые углы. Твой профиль Вымрозит вьюга На стеклах Остреем иглы. Зимой и выпуклей, И четче, Рельефней Станет мой рассказ. Она сама Расставит точки Над «и», Над «ё», В конце ли фраз. О многоточии Неизбежность, Что жизнь Так щедра Дарит нам И слога Легкую небрежность Безжалостно Отправит В спам, Взамен Оставив грусть И нежность, Волос Предательскую Снежность И тягу грешную. Стихам. Абстрактно. Куб комнаты моей, Квадрат окна, Прямоугольных полок Силуэты. Простая геометрия предметов Могла бы стать Основой для сюжета Абстрактного. Тем более, Что света Ещё с утра Квартира лишена. Мои соседи говорят, Что где-то Авария случилась. До рассвета Починят вряды. Впрочем, Ночь нежна И тишина. Да стоит ли об этом? Последний штрих Ночного полотна. Ходная дверь. Она отворена. Ведь завтра, говорят, Придёт весна, А там глядишь И снова будет Лето. И вот, наконец, весна. Март. Две версии. Первая версия. Пасмурно. В унылой графике Летвей Подстать Свинцовый сумрак неба. Как мурый взгляд Из-под кровей. И день прошёл, Как будто не был. И одинокий воробей, Нахоплившись, Укрылся в нишу, Избившийся В кучу крыши. Вот вид Исковнутый моей. Вторая версия. Солнечный. Отчётливая графика Ветвей, Где переплетены И быт, И небыль, И синева распахнутого Неба, И по стволу Ползущий муравей, И звонкий щебет Незнакомой птицы, Всё легким словом Ляжет на страницу, Где рифма Своенравная живёт, И небыль с былью Водит хоровод. Ну и Одно из любимых. Анна Ахматова. Ведь где-то есть Простая жизнь И свет Прозрачный, Тёплый И весёлый. Там с девушкой Через забор Сосед Под вечер Говорит И слышит Только пчёлы, Нежнейшую Из всех бесед. А мы живём Торжественно И трудно И чтим Обряды Наших горьких встреч, Когда с налёту Ветер безрассудный Четначатой Обрывает речь. Мы ни на что Не променяем Пышный Гранитный Город Славы И беды, Широких Рек Сияющей Льды, Бессолнечные Мрачные Сады И голос Музы Еле слышно. Илья Рейдерман Я чуточку нарушаю Общепринятое Начну С стихотворения Любимого автора. Моим стихам Написанным так рано, Что и не знала я, Что я поэт, Сорвавшимся, Как брызги из фонтана, Как искры из ракет, Моим стихам Ворвавшимся, Как маленькие черти, Светилище, Вдруг Тут Произошло Короткое И смертью, И смертью, Нечитанным стихам, Разбросанным В пыли По магазинам, Где их никто Не брал И не берет, Моим стихам, Как драгоценный Вином, Настанет Свой Гаретным Дымом, Верить бы вещам Совсем простым, Быть бы настоящим, А не мнимым, Не о славе, Но и не о хлебе Хлопотать, О правде Бытия, Видеть Ласточку, Летящую в небе, На травинке Зыбкой Муравья И не торопясь, Трудясь Без шума, Быть стишайшим Бытием Владу, Чтобы нужную Додумать Думу, Радость Заслужить, Изжить Беду, Хоть порою Жизнь Ударит По лбу, Падаю, Встаю, Опять Живу, Словно Волны Раздвигая, Толпы В океане Вечности Плыву. В современной Суете Незрим Помню я Об истине Заветной Маска Ни к чему И яркий Гриф Проживи, Коль можешь Незаметно. Аплодисменты Но ведь и так Живешь Рискуя. Прозренье Копишь И догадки, Буквесть Кому Их Адресуя, Сочтется Все, А кто Зачтется, Осуществил Свое Призвание. Последнее, Что остается, Надеется На понимание. К сожалению, Мы Не вечные. Умираем, Увы, Внезапно. Не задумываемся Беспечно. Кто из нас Не проснется Завтра, Словно бы Впереди Еще сотня Лет, Нежалкий В горсти Остаток. Да скажи, Да думай Сегодня И в делах Наведи Порядок, Чтоб на землю Не рухнуло Небо, Чтоб была Высота, Живи, Проверяя, Прочны ли Скрипы Мысли, Творчества И Любви. АПЛОДИСМЕНТЫ Анна Стреминская АПЛОДИСМЕНТЫ Тихий, Сухой Пролистала я День, Как том Сказаны были Серебряные слова День Растворился В умолчании Золотом Только лишь Ветер был Слышен Едва Едва Сотни Желтеющих Писем Неслись Спеша Всех своим Адресатам В свои углы И на каждом Следы От небесного Карандаша И видны Был почерк Бога Пищать Золы Хочет Всегда Говори Природа Ее Слова Нервные Жесты Глухонемых Что Зрим Везде Я Переводчик Полна Моя Голова Словы Транскрипции Понятных В Одесс Везде Тихий Сухой Золотистый Строился День Будто День Египта Где Правит Ра Игры Свои Затевал Стра Святотей Что Ж Важнее Чем Божественная Игра Все Равновесие Было Земля И Тишь Будто Незримо Кощались Скрипя Весы Не Бало Ритмов И Мерили Время Лишь То ли Песочные То ли Солнечные Часы А Я Срослась С телами Поездов Могу Сказать Что Я Улитка Или Кентавр Мой Стучащий Дом Несет Меня Мое Пространство Зыбко Мне Думать Хорошо Куда Везет Меня Мой Дом Протяжный Словно Ноты Одну И ту Жю Песнь Всегда Поет О том Что Весела Его Работа И Вот Урал На Землю Стану Я Несколько Кочнет Как После Море Мне Ты Слетишь Здесь Твоя Земля Я Чуже Странка Перекати Поле А После Мы Пойдем К реке Урал Я Назвала Бую Рекой Молчань Здесь Молча Ты Меня Поцеловал Гуляли Молча Вы Забыли Названь События Вещей И Чувств И Мест И Не Было В Эту Зеленее И Глубже И Деревья Все Крестные Проросли Бетвями Корневея Сиреневая Пускала Земла И Пахла Бунт Погачевской Стали Как Сабля В глубину Земли Вросла Твоя Земля Мне В душу Так Врастала Ну Вот Еще Одно Из Новых Мы Ждем Перемен Прекрасных Мы Сами Себе Верны На Будущее Приходит Всегда С другой Стороны И Силим Все Различить Мы Абрит Черты Лица На Будущее Приходит Всегда С другого Конца Ведущая Тут Ночной Кафе Сидит И Вам Улыбается И Вам Улыбается Тих И Вот Вот Заговорит И Так Беспощадно Внезапно Бывают Реки Поворот Что Просто Совсем Другое Вливается И Течет Из Дома И Деревья И Все На Своем Пути Нужно Лишь Только Верить Лишь Только Уметь Найти Начали Навсюду Знак То Знак Верных Дорог Главный Дорожник Взирая Которому Имя Бог Ну Один Из Любимых Авторов Картин Тарковский Конечно Я Прочитаю Стихотворение Сейчас Я Человек Я Последине Мира За Мною Мириады Инфузори Передо Мною Мириады Звезд Я Между ними Лег Во весь Свой Рост Два Верега Связующее Море Два Космос Соединивший Мост Донецк Предопись Мезозоя Ребен Придущих Я И Эрмия Держа В руках Часы Календарь Я В будущее Всян Как Россия В прошлых Минутах Нищий Царь Я Больше Мертвецов О смерти Знаю Я Живого Самого Живого И Боже Мой Какой Там Моделек Как Девочка Смеется Надо Мною Золотого Шелка Лоскуток Скромно Представлю Себе Очень старое Просто По настроению Но и В предверье Может быть Распудится Весеннее Растопит В душе Моей Обиду И Когда Придешь Просить Прощения Я К тебе Навстречу Все Ж Выйду И Твою Прости Меня Пожалуйста Выслушаю Не Перебивая И На миг Поддавшись Глупой Жалости Я Кивну Да Ладно Все Бывает Ничего Не Значащим Приятельским По щеке Скользни Прикосновением Только Знай Тебе Твое Предательство Не Прикрыть Прощенным Воскресеньем И Надменно Неприступно Строгое Удалюсь О Господи Дай силы Бог Простит А я Забыть Попробую Я Давным Давно Тебя Простила Не Привыкай Ко Мне Привычка Словет Нежнейший Из Безубийц Я Стану Калькой Дней Обычных Обыденности Пригубим Я Стану Денью Тай Легко Венчальным Обернусь Кольцом Оставь Грядущим Незнакомком Мои Глаза Мое Лицо Не Привыкай Ко Мне Мы Боги Нам Предначерты Века Для нас Расселены Дороги Не На земле На Облаках Пускай Мои Объятия Сконка В чужих Удержишься Пускай Оставь Мне Участь Незнакомки Мне Погуби Не Привыкай АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Молитва Ослованный Вет Пишется Только стихи Все больше и больше Напоминают Молитвы Ветви деревьев Линия На ладонях По одной из них Тихо ползет Улитка На хрупких плечах Покоится Раками Долг Пишется В домике Нет денег Но есть Свеча На столе Два стула Маленькая кровать Под пыльным Шелковым Болдахинки Казалось бы Что тут сложного Чужое Жизнь Ревновается Бросать в лицо Каждому Встречному Обрывки Снов Это мои стихи Молитвы А для своей Ни времени Ни слов Почти не осталось Но Первый признак Того Что эти стихи Твои То Что они Все больше Напоминают Молитвы Как срастается Ветка Видно Только Твоим Тебе И тому Почли Тихо Ползет Улья Аплодисменты Наверное Одна из самых Любимых ПРТС Стихотворение Наверное Скорее настроение Юлия Трунина Аудитория Требует Юмора Аудитория В общем Рома Ну для чего На эстраде Угрюмые Словно Солдаты На марше Слова И кувыркается Бойкое Слово Рифм Как бубенцами Звеня Славлю Искусство Олега Попова Но Понимаю Все снова И снова Это занятие Не для меня Требуют Лирики Лирика С нею Тоже встречаться Доводится мне Но говорить О любви Я умею Только Наедине Наедине Мы читатель С тобой Подъели Слышен Шесть Страниц Просто Лениться И счастьем И боли Сердцебиением Дрожанием Ресниц Аудитория Аудитория Жаждет Сенсаций А я Их Признаться Боюсь Как огня Ни громких Романов Ни громких Оваций Не было У меня Но если Меня бы Расспрашивал Некто Чем я Как поэт В своей жизни Горда Ответила Тем Лишь Что Ради эффекта Ни строчки Не сделала Никогда Спасибо Я Вижу в зале Актрису Одесской филармонии Елену Куплогу Поэтому я хочу Ее попросить сюда Спасибо Я хочу с вами Поделиться Большой радостью Вот я только что Из консерватории Где проводили Вечер памяти Замечательные певицы Моей коллеги Многоведней И прекрасного педагога Как они так и назвали Любимого учителя В памяти Александра Шурочки Поменко И Я перемежала Выступления Замечательных педагогов Это уже все преподаватели Все народные Заслуженные В общем там Даже Таких Простых артистов Не было И я перемежала С стихами Ильи Рейдермана Если разрешите Вот одно Которое у меня Особенно как-то близко И для Шурочки Поменко Развучали Эти стихи Что в воздухе Что в воздухе Есть звуки Эти лишь Истаившая тихо Смертной дрожи О музыка Ведь ты Миры творишь Вот так На эту музыку Похож Звучит аккорд И дерево растет И достает И достает До облаков Бетвями И травы Словно Сплетены Из нот Все это Я Иль мы Объяты С нами О Ты не тяготишься Плоти нашей Ты воздух Лепишь Не сочтя За труд Вот словно Бо во сне Мерцает пруд Вот лебедь На скрипичный Ключ Похожий Пейзаж Звучит Он В воздухе Дрожит Он Держится Мелодией Напорит Пока Рояль Мечтает Ворожит Неистого Свиданием Бредит Скорым Что Есть Реальность Только То Что Зримо То Что Из Камня Или Теплой Плоти А то Что В нас Сгущается Как Дым И Выдыхается В звучащей Ноте О Этот Мир Что Правду Невесом Прекрасный Полнозвучный Идеальный Расположившись В воздухе Пустом Уже Он Призрачный А Нереальный Под этим Деревом Что В музыке Взросло У этого Пруда Чья Гладь Изнанка Звука Стоит Она Ее Сюда Влекло Мелодии В которой В которой Радость Мука Она Сама Мелодия Звучат И взгляд Ее И губы Руки Платье И вдруг Затихнут Звуки Замолчат И глубина Замолчанье Елена Яковлевна Елена Яковлевна Дорогая Присаживайтесь Пожалуйста Я сейчас скажу Что Вы знаете Очень приятно Что У нас Так Даже мы не задумывали А так получилось Ну То что Илюша Написал Потрясающую Книгу Вот Слава Богу Она у меня есть И не одну Но я имею ввиду Книгу Которая О музыке Вот Стихотворение Прекрасное Прочитанное Еленой Тоже Как бы Приближает Нас К той черте Которую Мы сегодня Хотим Завершить Нашу Сегодняшнюю Встречу И вот Перед тем Как наш Дилижанс Начинает Своё движение В месяц Апрель Я еще раз Приглашаю сюда Алексея Семенищева Да Он не ожидал Что я сделаю Такой сюрприз Особенно Для него Как я понимаю Я больше не буду Я исправлюсь Сейчас Ах Какие удивительные ночи Только мама моя В грусти И в тревоге Где ж ты гуляешь Мой сыночек Одинокый Одинокый Что ж ты гуляешь Мой сыночек Одинокый Одинокый И с конца В конец В конец апреля Удержу я Стали звезды Круглее 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 Что ты Мама Это я дежурю Я дежурен По апрелю Мама Это я дежурю Я дежурен По апрелю Мой сыночек Вспоминаю Все что было Стали грустными Глаза Твои Сыночек А может быть Она тебя Забыла Знать не хочет Знать не хочет А может быть Она тебя Забыла Знать не хочет Знать не хочет И с конца В конец Апреля Удержу я Стали звезды Круглее И добрее Что ты Мама Это я дежурю Я дежурен По апрелю Мама Это я дежурю Я дежурен По апрелю Спасибо Семен Можно Извините Можно У нас Среди нас есть Молодая Боэтесса Она спрашивает Можно ли Посчитать Свои стихи Можно В конец В конце Вечера Взять Дело в том Что Ну все же таки Об этом Надо было Немножко раньше Договорить Но я не знаю Как Может быть Видишь Ощущение Конечно Давайте проголосуем У нас дорога Везде Конечно Я сегодня Даши не проголосовал Ну Попробуйте Без пожаловаться Валентина Валентина Пожалуйста Приглашаем вас Сюда Я передел Как Валентина Познакомит Нас Со своим Творчеством Хочу сказать Вам Что Четвертый номер Журнала Южное сияние Можно приобрести У Сергея Главацкого В конце нашей встречи Книги Евгении Тоже Вы помните Условие Какое там Кто желает Пожалуйста Деньги Конечно Да Прошу Здравствуйте Я прошу прощения Что заранее Не заявила О себе Ну вот так Спонтанно Меня зовут Валентина Колесник Я Младший научный Сотрудник Литературного музея Аспирантка Кафедры Мировой литературы Одесского Национального Университета Ну Хотела бы Прочитать Одно из своих Стихотворений Как раз В завершение Вечера О Поэтах Вообще Все Поэты Конечно Разные Все Индивидуальности Все Каждый Со своим Космосом Внутри Но при этом Есть какие-то Общие черты Которые Как мне кажется Объединяют Нас Поэты Не часто Любимы А счастливы Еще реже Как дети Строптивы Ранимы С кожей Прозрачной И нежной Слова Вопреки Откровенно И напролом Сгоряча Милее нам Слов Постепенно Разумно Практично Ночам Поэты Должны По гроб Жизни Их тишине Благодать Поэты Безумцы Капризны Нас долго Не надо Искать Рассеянный Взгляд И пугливый И часто Холодные Руки Нервны И до шока Правдивы Съедают Нас Истины Муки Любовь Чаще Лечит И губит Любовь Чаще Топчет И губит Чем лечит Спасает Талант Прошу Милосердные Люди Не презирать Нестандарт Не знаете И слава Богу Что значит Все время Блуждать Сквозь Стены И вброд А не в ногу Кричать Спотыкаться Искать Прибежищем Мыслям Как беженцам А чувствам Как диким Бродягам Как тяжко Бывает Отверженцам С кровью Под каждым Шагом Мы Лишние Мы Раздражаем Но рты нам Закроет Лишь смерть Как часто Поэт Обожаем Когда он Сбежал На тот свет Дорогие друзья Несмотря ни на что Давайте все таки Здесь еще Я хочу Сказать Буквально Несколько слов О нашей Апрельской Встрече Если Ничего не Изменится То это будет Презентация Книги Русского поэта Который живет В Нью-Йорке Вот его Юрий Бунчик Юрий Бунчик Очень хочется Чтобы все таки Все сложилось Удачно И перелет И адаптация Ко времени К климату Потому что Если не ошибаюсь Юрий не был В детстве С 96-го В детстве Года Он одессит Да Он одессит Ну что ж Еще несколько слов Скажет Сергей Гловацкий Журналы И книги Пожалуйста Приобретайте А мы Конечно же Не прощаемся С вами До следующей встречи До следующей остановки И как всегда Говорим вам Спасибо Что были с нами Спасибо Напоминаю про 30 марта А Куджама ждет